Саш, значит, я не знаю, что с вами произошло, ну, это вообще не ваш уровень знаний, вы намного лучше знания показывали. Сейчас вообще какой-то, ну, мне, допустим, не очень понятно, то ли растерялись, то ли солнце, я не знаю. Ну, в общем-то, вот то задание, которое вы написали, оно совершенно не пойдет, даже рассматривать здесь нечего. Ну, давайте проаналитируем, я ведь видел, как вы писали функции. Давайте сначала смысл задания посмотрим. Я сейчас вам помогу настроиться, надо его переделать, потому что делать выводы из этого задания, просто даже невозможно их делать. Теперь обратите внимание, вот задание. Сначала, первое, описать файл. Второе, прочитать документацию. Ответить на простые вопросы. Да, рассказать логику. И четвертое, законы программирования. Ну, если, допустим, где-то логика и законы программирования, которые работают в данной конкретной функции, может быть, действительно было бы сложно, то все другое нет. Ну, давайте начнем. И обратите внимание, ведь это вопросы разделены сами по себе, но это вообще, они укладываются, грубо говоря, в одну логику. Я просто разделил их для того, чтобы вы могли подумать. Ну, на самом деле, это один мыслительный процесс, который происходит всегда совместно, да. Давайте начнем с описания файла. Вот смотрите. Давайте начнем с нуля. Ведь это вы все знаете. Хорошо. Ну, с импортами понятно. Тут написали все. Дальше поехали. Здесь же важно понимание чего. Ведь вы дальше, Апи, принимает на вход два обязательных параметра. Это что, Саш? Ведь вы отлично знаете, что два обязательных каких параметра? Именованных, позиционных. То есть, Саш, вот это у вас должно быть настолько на автомате? Ведь вы то, что написали, то и есть. Левый здесь вы видите значение по умолчанию. Здесь ноны. Да? Кстати, давайте мы разберете вообще, а что такое ноны? Что такое вот это ноны? Ведь если бы хотели поставить контекст, какое-то конкретное значение по умолчанию, наверное, бы поставили. Но вопрос, ну почему не поставлено значение по умолчанию, а поставлено ноны? Ведь для этого есть причина. То есть, с одной стороны, далее мы посмотрим, вы правильно говорите, что работают параметры, да, когда работаете с документацией. А с другой стороны, это имеет сейчас конкретный смысл для рассмотрения дальнейшего, вообще, дальнейшей логики этого файла. Именно это. Саша, смотрите, как только начинают у вас страдать параметры, да, параметры это всегда логика. Я сказал, что параметры это сама мысль. Вот еще раз объясню очень простыми словами. Вы собрались на рыбалку. Вот то, что вы знаете, что вы собрались на рыбалку, это и есть параметры. Если Саша, допустим, не знает, Александр, что он собрался на рыбалку, то, скорее всего, он не будет выбирать маршрут к озеру, он не будет далее брать удочки, он не будет планировать время, потому что просто он не знает, что он собрался на рыбалку. Здесь имеет сейчас смысл, вот мы с вами решили работать немножко по другому плану, но сейчас я хочу до вас настроиться на одну простую мысль, вот на этом этапе. Что передо мной за объект? Не может быть чего? Это параметр. Или это обязательный параметр. Может, должно быть конкретное определение, что перед вами, не двусмысленное. От этого будет зависеть логика и дальнейшее. Саш, сосредоточьтесь на этом. Передо мной объект. Следующий. И поехали описывать. Отсюда мы можем сделать вывод, что дальше с этим делать. И я совершенно прекрасно знаю по вашим работам ранее, что вы это прекрасно знаете. Растерялись или что-то, я не знаю. Но вот эти вещи, их нельзя изменить. Их нельзя недооценить. Дальше можно ничего не выстраивать, потому что путаница уже находится вот здесь, прямо на первом шаге. Вот, допустим, здесь, пусть будет так, да? Хорошо. Помните, я вот до этого говорил, что на самом деле в задании написано одно... Это вообще вкладывается в одну логику. Обратите внимание, у вас дальше пошел пропуск сразу класса, да? То есть вы не поставили его на первое место. Дальше видно очень хорошо, что по комментарию. Есть ли это класс моделей, что-то еще с Default Manager. Тут вообще надо было обратить внимание на саму функцию. Найти-то ее не сложно. Встроенные функции, она там будет. Надо просто было зайти в документацию и обратить внимание, что она делает. И сразу бы все стало на свои места. В данном случае, я так называл, а значение по умолчанию возвращает. И здесь опять получается, что вы не называете объекты, то есть то, что у нас страдает. На том, вот, в данном периоде, на чем мы будем сосредотачиваться с вами. На том, чтобы понимать, что перед нами за объект, а потом будет понятно, что с ним делать. Для описания файла, хотя бы, вот, будете доделывать это задание, я вас попрошу. Сначала начните всегда с параметров. Посмотрите, то есть то, что движение есть, это видно. То есть, но на данном этапе вы застроили на каком-то уровне. И я вам сейчас говорю, рекомендую, что сейчас надо четко поработать над определением конкретного объекта. С четким выводом. Это объект такой-то, значит с ним можно делать то-то. Все. При этом здесь написано. На самом деле, если вы немножко посмотрели, вы Джанго знаете, и Джанго здесь ни при чем. И Джанго здесь ни при чем. Надо просто было открыть Jupiter Notebook и поработать, допустим, с функцией HACCPTR. Да, вы бы все поняли. Все бы встало на места. В данном случае я вам рекомендую просто открыть документацию по моделям. Начальные знания по моделям просто открыть, там все станет на места сразу. Даже вот самые первичные. Если мы откроем модель, например, и немножко посмотрим. Вот поехали. Да, вот та ваша конструкция, которая работает в данном случае. Тут может быть просто другой метод, но... Класс, Object... Далее. Надо было открыть документацию по... Поработать просто с документацией. Так, немножко не то. На места. На места. Менеджер интерфейс, который выполняет непосредственно технологии. операции запросов в базе данных все все очень понятно раздел создания запросов пусть это пока было бы сложновато здесь четко написано что по умолчанию джанга добавляет менеджер с именом objects то есть то что мы только смотрели понятно что в любом так как это интерфейс в любом другом случае можно написать свой менеджер и выбирать допустим один объект или каждый пятый объект и так далее то есть по сути дела интерфейс который умеет работать с базой данных после этого вот эта вся вещь код стал бы на места здесь на самом деле видно написано методы выборки и интерфейс выборки то есть все теперь остановится на места значит здесь будет написано что гадалки не ходи здесь будет написано что делать по умолчанию а вот этот нет я вам оставляю что мы здесь должны проверить до даже сейчас я вам не предлагаю там сделать что-то супер-пупер да я вы сейчас не надо вам весь файл возьмите несколько функций которые есть но просто более конкретно опишите каждый объект я просто хочу чтобы вы сейчас для себя сосредоточились что дальше вся работа у нас будет с вами заключаться в том что наша задача определить четко что передо мной за объект только потом можно что-то с этого решать и здесь единственный враг это общие формулировки общая формулировка это есть незнание непонимания да это объект это ссылка это примерно что получается это абсолютно правильно получается когда человек не знает он говорит общее это ссылка и если вы откроете интернет все курсы там будет абсолютно будут они писать что вы станете профессионалом но при демонстрации кода они будут там делать комментарии это ссылка на объект то есть тот кто вас собираясь там учить она говорит что я нифига не знаю новички тем более ничего не знают но вы уже не новичок то есть есть первичный уровень знаний надо работать просто дальше не раскисать а сейчас доточиться на объекте ну а дальше как я сказал мне совсем непонятно саш но раньше вы всегда делали брали код и взяли в файле ну а сейчас что произошло так я даже и не знаю вот это я даже читать не хочу но одно дело в коде видеть другое дело непонятно что она вас нашло такое написать не знаю если честно сказать или вот это ну даже даже я расстроился честно документация ну вот это что только вот то о чем мы говорили строчка правильно идет расшифровка параметров и пример ну вот к чему это ответить вот вот смотрите сейчас вы говорите моя система работы с кодом я захожу еще нужное перевожу все это классно читаю пытаюсь понять если не могу найти ответ на свой вопрос как правило ухожу поисковик это то от чего мы должны уйти то есть то что всегда делает программист который называется программистов окончил хоть что вузов но при этом у него поведение не программиста иными словами он вы написали что вы идете копировать код хорошо мы задавали вопрос школе да вот я вам сейчас его опять задаю но теперь с другой вещью вот смотрите что такое работа программиста лично для вас я уверен что вы на него отвечали вопрос не в том что вы отвечаете для меня вот я вам показываю открываем абсолютно любую библиотеку на любом языке и там четко написано в двух строках что есть работа программиста в любом языке на любой библиотеке я думаю что вы это знаете открываем и читаем да здесь есть четкое указание что программист будет работать с и с и здесь вопрос другом вы можете тысячу раз написать правильно да что вот работа программиста до работа программиста это там первое что вы напишите за домашнее задание тоже включаем и второе вот я скажу саша молодец это правильно другой стороны возникает обычная ситуация вы заходите в документацию вы заходите в документацию например берете а то есть давайте почитаем логику заходите в документацию да и что вы делаете первым делом открываете поисковик и до свидания программист говорите то есть например вы сказали мне что для меня работа программиста первое там произнесли второе а ваши действия остались те которые не ведут вас ваши действия показывает я сейчас иду читать еще одного болвана который тоже где-то чего-то начитал и а зачем мы тогда файл описываем зачем мы разбираемся если здесь четко все можно разобрать ведь именно с исходного кода пишется документация или как значит проще наверное разобраться в исходном коде да и тогда поставить на место документацию и вы знаете что такие же люди есть вы это знаете открываем отзывы читаем например и карасану и карасануа карасануа написал в отзывах первое но да вот почитайте подумайте поэтому речь сейчас идет не о том что вы правильно ответили молодец садись 5 а в том чтобы выработать систему работы с кодом саш это не у тебя одного я показывал сейчас начали проект и катя выдала мне ну я тоже расстроился выдали уровень там какого-то там третьего четвертого курса университета ерунду то есть выдали человека который выйдет точно ничего не будет знать будет копировать код и катя такую же отмачивает на вас лето влияет что ли я не знаю ну смотрим катя я потом запишу видео у катя была задача описать колбеки так мы не то ищем сейчас я ну и смотрим теперь вот вам интересно и открывают для вас немножко другое да почему вас спрашивали я в этом проекте мало что понимаю а а понимать то надо другое совсем вот здесь написано атрибуты колбеки объекты первого класса геттери сеттери объекты высшего порядка ведь это не разные не разные мы не можем описать колбеки без объектов первого класса это опять один мыслительный процесс просто он его надо как то объяснить и открываем колбеки и видим тадам все стой или падай не знаю вот это то что катя пишет что такое колбек мы что в первом классе кому это надо это вот пришел человек который сегодня первый раз увидел программирование сейчас катя знаете что написала это когда римма пришла с курсов очень крутых и она написала ее там учили чему а учили вот чему где это тут я писал когда она пришла функция это фрагмент кода к которому можно обратиться из любого места ну да правильно если человек сопливый первоклассники ему можно так сказать учитывая что в будущем он все это будет изучать но какое отношение это имеет к чтению кода никакого на это можно было затратить не писать не писать конспект а одну секунду функция это просто код к которому можно обратиться все а теперь давайте разбирать как с этим работать так вот я саш вам говорю не надо отчаиваться а надо просто начинать работать я вам сказал в данном случае у вас есть уже начальные знания надо сосредоточиться на конкретных объектах поэтому вот что нельзя сейчас делать Катя мне описывает но описала хорошо а зачем это мне зачем если Дартона описывал я говорил она там вспомнила про ссылки про значения отлично а это все потерялось от ума много надо рассказать что такое фунт я от нее хочу чтоб она что сделала выбросила эти формулировки а начала думать с того а из чего там состоит значение куда оно передается по какой ссылке передается и как это реализовать вот это был бы на ее уровень ответ ну знаешь в чем проблема вот данный момент тоже я не знаю что с ней стало то что она раньше работа прислала это было приятно читать вот это двухмесячно если после там двух месяцев позанимался человек написал бы нет ну после месяца вот Валера вот я понимаю что я функция обратного вызова я занимаюсь там три недели вот это я пишу я бы сказал молодец для Кати это просто обычный позор да перечислить то в десятом классе грубо говоря перечисляем вы знаете таблица умножения это два на два равно пять прекрасно приехали так вот Саш к чему я это тебе рассказывал в том что зачем вот ты спрашивал тебе вот этот проект bested code да где написано я сказал код который вы пишете он уже изначально плохой то есть вы уже должны быть готовы писать а потому что когда я разрисовал здесь не все да то вы четко видите это не разное а вот голове у вас это разное и поэтому не складывается ни исходный код ничего классы начинаем я вам сейчас покажу прикол есть приколы действительно если я не хочу чтоб у вас так было и у вас так не будет но я вам сейчас покажу прикол совсем на самом деле не прикольный вот смотрите смотрим я не хочу чтобы у вас такого не может быть даже и так ведущий там инженер да академии и вот что они выясняют один пришел на работу устраиваться а второй принимает на работу так допринимались что в конце концов сейчас прочитаю что в конце концов приходят к выводу к какому один приходит к выводу что 15 лет было впустую потрачен на язык а второй думает передо мной сидит обычный но грубо говоря далеко не профессиональный программист я стараюсь сейчас убирать слова да чтоб не обижаться не обижались люди и так есть у них определенный код да где первоначальное значение класса список и так далее и вот они рассматривают как оказалось мы оба не правы настоящий ответ заключалось по минимуму различия между атрибутами класса пайтона атрибутами экземпляра что с этого можно сделать вывод через 15 лет узнать это это же браво наконец-то к десятому классу оказывается два у два это действительно пять слава богу иными словами в первом классе таблицу умножения выучили в десятом оказывается поняли мы же не выучили таблицу умножения супер а почему а потому что в руководстве написано с чего начинать изучение классов то есть какие операции поддерживают классы как только отвечаем на этот вопрос упираемся почему-то в атрибут и все становится понятно что изучение классов начинается именно с атрибута и эта ситуация просто физически не может произойти и человек ба-бам на совершенно ином уровне такого не должно быть вот именно если начинаются с аж общие формулировки и при этом неправильно да то вот такое происходит все очень просто и это плачевная ситуация теперь смотрим очень интересный вариант где я вам показывал это же все один мыслительный процесс просто разделенный и я разделил чтоб ребята посмотрели ни один ни один человек не написал что-то стоящее ни один хотя хотя ребята пишут на разных языках а мысль не могут эту подать почему потому что начались с чего с формулировок первоклассников а чего ждать если мы начали с формулировки первоклассника что мы будем ждать какой-то серьезной работы нет поэтому это не ваша проблема это проблема в принципе есть почему потому что сейчас мы с Катей будем работать что вы ее на ее уровне надо немножко иной план нет плана прочитали что такое келлбек и рассказали вот удивили кого себя обманули о какой реализации дальше келлбека мы можем говорить да никакой какую мы можем исключение понять из того же джанга где милдвер везде выдает келлбеки никакого потому что мы же формулировку знаем вот если нас просит формулировку мы отчеканим ее это будет прекрасно да за это можно будет пять поставить только код с этим не напишешь вот почему вам надо быть в этом проекте читать вот это сначала вот эту чушь которая будет превращаться в какой-то нормальный код который имеет право на какую-то жизнь и размышления для этого надо уже иные планы все мы будем работать поэтому саш я совершенно не предъявляю претензии я вам просто предлагаю сейчас ваша первая задача вот вы успокоились и написали да и еще забыли и думаете что писать а потом если опять я вам показываю пока смотрите ведь все очень просто если взять задание и присмотреться ведь оно же не случайно таким образом именно составлено как составлено да а вот посмотрите внимательно так сейчас я его найду хочу чтобы вы присмотрелись и увидели и так вы видите вы выросли сами ну просто я говорю что то ли жира влияет то ли что то вы видите как ребята растут на нескольких языках пишут но теперь посмотрите ведь на это задание саш это это один мыслительный процесс описание файла чтение документации логика и законы программирование то есть что значит закон программирования а какой код мы собираемся писать ну ладно это мы придем но давай посмотрим ведь все очевидно очевидно и вы это тоже знаете я уверен ну хорошо берем открываем документацию по этому сбитому файлу берем документацию да и открываем файл который мы смотрели да самую сбитую функцию ну потому что зачем я ее беру а потому что это везде во всех языках применяется в каждом файле повсеместно get object tor 404 вот надо было открыть документацию и сказать вот функция мое первое действие и пишите мое второе действие пишите мое третье дальше смотрим пример а что в примере здесь а что здесь вы видите атрибуты а что здесь вы видите переменные а почему она так работает да вот здесь это все написано и так я уже догадался и вы будете догадываться но если мы перейдем здесь то здесь как раз таки и написано что вот carry set присвоено значение get carry set функция объект первого класса значит будем орудовать переменными подожди здесь четко написано что программист сейчас ты свой код будешь писать через точки если уж очень прощенно сказать как атрибуты потому что это объекты первого класса значит мы будем работать только со значениями вот что надо было понять но пусть это сложно я сегодня не беру я просто беру то что что вы поняли что это один мыслительный процесс просто который вы расписываете разных сторон начали описывать файл ага получили что параметры пропустили а сколько я говорил не да чё ты в параметрах дальше портят всю картину все вспоминай простую вещь параметр это и есть мысль мысль в реальном мире это мысль что мы знаем что будем делать я пойду в магазин я знаю что пойду в магазин конечно в жизни вы не думаете так стали посреди комнаты и говорите я сейчас пойду в магазин мы это не мантра но в языке это придется проговорить а как проговорить при помощи параметра я пойду в магазин поэтому мне надо взять сетку список составить и желательно чтобы это было точно вбить это в параметры в языке то это надо проговорить но ведь вы это в жизни прекрасно делаете вы просто знаете что вы идете в магазин это как мысль но вы на нее вот это в языке прочитать документацию которые написаны на основании этого файла и как читать я вам показал как постараться почитать рассказать логику и законы программирования как мы собираемся писать свой код ведь именно там написано в исходном коде как надо писать свой код ведь нет балдыж придумывает разработчики джанга придумали вот пишите код так мы написали там исходный код по одному но ведь дело здесь не в этом дело в том что как правило этих законов на пальцах пересчитать и они находятся в любых библиотеках потом используются повсеместно разобраться надо в двух-трех законах всего то только сложить в голове в это более что было на высоком уровне я помню как вы прекрасно читали потому что которые сосредоточены называли например это обязательный позиционный параметр значит что он должен быть передан обязательно и этот параметр всегда сто процентов будет проверяться тут закон идет а значит что если мы его не передадим и так далее развивайте мысль но это идет после того когда мы определили что в данном случае это объект обязательный позиционный параметр значит требует передачи обязательно позиционного аргумента что будет являться в данном случае этим аргументом да вот здесь написано даже невооруженным глазом либо это будет три объекта либо модель либо менеджер либо выборка все становится на места модель создает что как хранится в базе данных менеджер интерфейс который выбирая из базы данных кирсет сами методы выборки ну подождите все ложится просто надо было дать определение и при этом ну ладно поэтому Саш расстраиваться не надо сегодня у вас есть уже определенный уровень потому что на самом деле вы написали только останавливаться на этом нельзя вы написали прекрасно много чего написали да потому что вы же отлично видели других ребят когда приходит человек с нуля вот однажды человек мне написал я знаю деф потому что я видео на ютубе тогда только вы намного больше описали но при этом у вас все безымянное это то что вот как в интернете пишут я сейчас приведу говорят пример там как работает и пошли да без окончания это ссылка на объект какой неизвестный я не знаю вы не знаете это то это то но потом дальше внизу приходите мы вас научим вы будете работать программистом понимаете ну когда смотришь на такие вещи то вполне понятно там ничему не научат потому что не знаю что требовать да так я у вас спрашиваю Саш написали теперь надо сосредоточиться конкретно на объектах вы ж видели что Дима делался когда сегодня он меня расстроил по атрибутам ну написал по атрибутам да супер написал да сейчас группе покажу вот смотрите вот смотрите написал да Дмитрий в свое время был поставлен вопрос где то он тут сейчас что такое атрибуты и дальше он развивает мысль по атрибутам да на данный момент файл ну будем говорить так третий четвертый курс бауманки но это не тот уровень сейчас год назад я бы сказал да Дима класс но ты пишешь сегодня один на шести языках а по атрибутам сказать тебе нечего кроме того что да для новичка это будет конечно супер так что саш если ты видишь не у тебя одного тут какие то моменты хочется видеть рост и хочется видеть чтобы Дмитрий сегодня показал немножко другой класс а не класс там университетский не 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 человек же все таки уже работает пишет на разных языках но сегодня да может это меньше рассматривалось но сам вопрос что это не уровень сегодня это не уровень Дмитрий это не уровень не ваш уровень поэтому об атрибутах получается мы ничего не знаем а о чем говорить если это основная логика из чего мы строим вообще работаем с классами там есть главный атрибут а вся проблема Дима я тебе скажу то же самое что и у Саши потому что вот это у тебя все разное в голове сейчас а это один процесс оно разделено чтоб объяснить но ты то посмотри на атрибуты немножко по другому в одном случае это будет колбек в другом случае это будет объект высшего порядка в третьем случае это будет гетер смотри сколько граней составляет но в любом случае всегда будут две вещи ссылка и значение боже мой все же банально в общем то заканчиваю я Саш как ты видишь я постарался убрать все крепкие слова и так ты расстроишься я знаю но понимаешь у тебя есть много чего ты можешь написать в файле это ты молодец но ты понимаешь что сегодня твой код непригодный ни для чего ты не можешь принять никакого решения на написание кода почему потому что у тебя все объекты сегодня они в общем в общем они плавают конкретных действий из них не надо сделать получается картина там ну иди копай а где непонятно иди там посади лук куда посадить ай какая разница главное посади иди купи а потом пришел на обед а где борщ а ты купил свеклу я же тебе говорила купи ну я и купил конфет себе потому что мне так вкуснее было понимаешь что получается получается опять та же та же картина нет конкретики нет определенности нет кода нет выводов все поэтому над чем работать понятно вот есть определенный уровень сегодня молодец действительно молодец что не сдаешься но ведь все можно не так много этого тут надо еще осталось просто напросто нажать на конкретику сегодня вот ну все я что хотел сказать то сказал ну а эти я даже не хочу смотреть по одной простой причине это должно быть в файлах потому что вот эта логика что мне тут делать это это я не знаю саша чего-то так решил ну мне сейчас как странно это всегда в файлах описывал ну а с документации это вот на сегодняшний день вот сами посмотрите то да вот вы описываете файл но при этом документации как вы читаете вы не можете сказать получается что что Саш вы же не соединили ведь документация пишется на основе исходного кода да то есть получается нам четко видны пробелы нам не надо далеко ходить нам не надо ничего там выдумывать нам вполне понятно с чем работать с описанием файла смотрите ведь знаний у вас больше чем вы написали как я считаю документацию то есть ваша система сразу проваливается да вы дальше говорили да я могу сказать что угодно но я пойду копировать код а это не ваша цель дальше логика у нас страдает по одной простой причине потому что мы не можем описать файл понятно что если мы не можем понять логику то вполне понятно о каких законах программирования может идти речь и последний пункт здесь я не отметил его но должен быть принятие решения написания своего кода на основе всего этого чего этого а как мы можем сейчас обрислить чего если вы мне не рассказали чего то есть вполне конкретная картина и единственное с чего я вам предлагаю начать это с конкретизации объектов а именно параметров да поэтому я вас попрошу переделать это задание потому что на сегодняшний день зная что вы описывали по-другому и сказать саш а ну мне все понятно там с чем будем работать саш вы не показали сегодня то что вы можете вы просто то ли забыли то ли растерялись то ли были чем-то заняты поэтому пожалуйста сделайте следующее сейчас опять мы не даем второе задание вы работаете над этим нам надо четко определить что вас тормозит а на данном этапе просто не то было написано когда вы описываете файл сейчас вы его открыли и что вы делаете не пишите вы весь файл возьмите несколько функций но поставьте перед собой вопрос что за передо мной за объект и по крайней мере опишите что этот объект делает пусть это будет неверно но сама привычка должна родиться здесь второе откройте документацию да сравните вы эту документацию с тем объектом который вы описывали и попробуйте прочитать сначала там потом тут и соединить голове кстати я вам задал задал вопрос вы не забывайте что такое работа программиста но не в этом смысл этого вопроса я объяснил смысл вопроса что вы собираетесь делать лично вы собираетесь просто сказать слова работа программиста для меня там первое второе а сами пойти в поисковик и в итоге получится что работа программиста я иду в поисковик ищу ответы каких-то людей которые нигде не исходный код не документации а пишут домыслы еще чьей то странице который докосал домы да получается и копирую код но ведь тогда системы не получится зачем мы учимся читать составьте эту документацию прочитайте и тогда у вас родится хоть какой-то алгоритм как вы читаете и в процессе этого и будет логика ладно я не говорю о законах программирования сегодня мы до них пока будем говорить так не доросли но вот эти вещи надо описать уже немножко по-другому Саша вот тогда мы сделаем вывод понятно над чем можно работать сегодня ну сами видели да хотя задатки все есть да только единственное что не знаю ну не Саша это писал не вы Александр чьи задания я ранее видел не вы это писали это просто было написано на скорую руку от балды а каких мы результатов тогда будем ждать никаких поэтому поэтому а результат у вас будет видно раньше ведь вы даже боялись подступиться к файлу теперь многое описали теперь надо сделать просто правильно обрати внимание на детали спасибо Саша да для ребят которые в школе хотите писать реально крутой код сначала у вас должен быть доступ в школу желательно на дэвхакерс можно купить их дэвхакерс но проект который я показывал это я даю в школе это отдельная цена где я показывал кати да где видеть как ребята работают над кодом да там уже серьезная работа это отдельный проект сначала вам надо хотя бы две вещи иметь доступ к школе и иметь доступ к индивидуальному обучению чтобы хоть куда-то начать двигаться а потом уже думать о более там хорошем или очень хорошем не очень хорошим коде потому что само по себе ничего не прорастет вот видите сколько с Александром пришлось поработать пока не показала все эти височинные поверхности спасибо